Работники не требуются. В Пермском крае сократился спрос на персонал. По данным сайтом Хэхэру в апреле количество вакансий снизилось на 16% в сравнении с мартом 2022 года. Заметнее всего, а именно на 86% стало меньше объявлений в сфере госслужбы. А вот потребность в юристах, домашнем персонале и медиках, напротив, выросла. Кстати, о медицине. Уже после длительных праздников 11 мая на Нартовку и Зырянку вновь приедет мобильный кабинет флюорографии. Он остановится у дома номер 9 на улице Азотчиков. Обследование будет организовано с 10 утра до 2 часов дня. Проводят его, напомню, для раннего выявления заболеваний органов грудной клетки, в том числе туберкулеза легких. С собой необходимо иметь паспорт и медицинский полис. И, наконец-то, долгожданное тепло. Уже завтра в Прикаме температура воздуха поднимется до плюс 16 градусов, радуют синоптики. Ночью, однако, еще возможны заморозки до минус 2. Также ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Воскресенье будет еще теплее, до плюс 19 градусов, при этом в большинстве районов Прикамья обойдется без осадков.